Свято-Труйский кафедральный собор переживает период глубокой реконструкции. И с каждым разом тут появляется что-то новое. Например, на новом иконостасе алтаря появились недостающие иконы. Еще на Рождество их не было. Теперь иконостас практически полностью готов. И это радует глаз прихожан, которые в барыше, как показывает практика, оказались самыми дисциплинированными. Все как один пришли в масках и старались стоять друг от друга на максимальном расстоянии. Многие принесли с собой распечатку великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, чтобы не просто слушать владыку Филарета, а слово в слово повторять слова этой великой молитвы. Начинается канон текстом, обращенным ко Христу. Вообще он содержит 250 тропарей. Он очень большой по форме и не прост по содержанию. В оригинале канон Андрея Критского был написан на греческом языке. Позже его перевели на церковнославянский. Именно в таком виде мы слышим его в храмах. Поскольку во время чтения великого канона совершается много земных поклонов, может показаться, что прочесть канон тяжело, в первую очередь физически. Но суть канона святителя Андрея Критского, разумеется, не в физическом, а в духовном труде. Священники говорят, чтобы понимать не только содержание канона, но и его смысл, лучше всего прочитать священное писание. Считается, что канон наиболее полно раскрывает весь ужас греха и страдания души, пораженный им. Канон Андрея Критского разбит на четыре части. Это великое поэтическое и богословское произведение, которое готовит верующих к поприщу Великого Поста. Ведь суть Поста не в ограничении в пище, а в духовном упражнении, в том, чтобы научиться покаянию и молитве. А помимо чтения канона, на первой неделе Великого Поста Владыка Филарет возглавит две литургии прежде священных даров, в среду и пятницу, и одну праздничную службу в день торжества православия в воскресенье. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии специально для Управда ТВ.